Схема мошенничества оказалась проста как никогда. На рынке к мужчине подошел незнакомец, который предложил купить у него золотые монеты. Говорил, что у него таких монет больше стаи, все они старинные. На вопрос откуда, незнакомец ответил, что это клад, который он обнаружил при ремонте храма в одном из районов Рязанской области. Когда мужчина монетами заинтересовался, незнакомец дал ему одну и предложил проверить. Обратились к специалисту по скупке изделий из драгоценных металлов, который работал в ближайшем торговом заведении. Он подтвердил ценность золотой монеты. Тогда мужчина согласился купить весь товар у незнакомца. За более чем 100 золотых и несколько серебряных монет он заплатил больше 500 тысяч рублей. Уже после сделки мужчина подробно изучил свою покупку. Оказалось, что из всего клада золотая монета только одна, которая и прошла проверку. Все остальные ее копии – дешевая имитация. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержанию. ОМВД России по Рязанской области предупреждает, не стоит осуществлять сделок по покупке с рук изделий из драгоценных металлов, старинных монет или предметов антиквариата. Эти предметы могут оказаться поддельными или полученными преступным путем краденными. В этом случае вы теряете свои сбережения или становитесь соучастниками преступления. Сотрудники регионального ОМВД просят сообщать о подозрительных сделках или предложениях по продаже с рук, ценностей, сомнительного происхождения по номеру 02 или 102, если звонить с сотового телефона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.